Это сирена. Громкие чупы за неделю и страшные правды из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Праздник с кровью на телах. СК завершила расследование салюта в Минске. С акцентом на правила, которые спасают жизнь. Стране масштабно финишировала неделя безопасности. И как необычно можно подойти к делу, даже уголовному расскажем. Мы начинаем. Кровавый салют в Минске. Следователи завершили расследование уголовного дела, в результате которого погиб один человек. Для этого была создана следственная группа. В ходе проверки было установлено, закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак. Изделия подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться. Например, диаметр изделий был выше нормы, что не позволяло их безопасно использовать. Нарушения выявили сотрудники Минской военной комендатуры еще до запуска. Для устранения всех неполадок прибыли два инженера с предприятия-изготовителя. В процессе заряжания установок сотрудники вместе с командиром роты уменьшили диаметр вручную. Такая халатность привела к взрывам на низкой высоте и в стволах мортир. По результатам расследования обвинение предъявлено двум сотрудникам предприятия-изготовителя, а также командиру роты Минской военной комендатуры. Сумма нанесенного ущерба оценивается в более чем 740 тысяч белорусских рублей. Звуки сирены и эвакуации пострадавших на минувшей неделе в рамках Единого дня безопасности. Спасатели боролись с огнем в Глушанской больнице. Пожар произошел на втором этаже. При этом выход двум людям был заблокирован огнем. Чем закончилась история, расскажет Мария Бересневич. Здравствуйте, Глушанская больница, Октябрьская, 46А. Условное учение. Условный пожар в местном учреждении здравоохранения начинается с ординаторской. Согласно сценарию, в этот момент на втором этаже находятся 24 человека. Среди них как пациенты, так и медперсонал. Кто-то спускается вниз самостоятельно, кому-то же нужна помощь. Пока эвакуированные ждут на улице спасения здания, сотрудники МЧС, оперативно среагировавшие на вызов, борются с мнимым огнем. Тем временем из окна слышатся крики о помощи. Медсестра и пациент из-за заблокированного прохода не могут выбраться самостоятельно. На втором этаже обнаружили пострадавшего мужчину. В уголовной колясочке, полный прием. Проводите эвакуацию с использованием маски и пострадавшего. Главный герой инсценировки Владимир Чумаков в больнице лежит вот уже два года. За это время, говорит мужчина, здесь обходилось без ЧП. Однако теперь пациент точно убежден, в случае чего спасатели вовремя придут на помощь. Я надеялся на них, почему боятся. Если такие ребята спасают, можно отдаться им. Буквально пять минут и возгорание как не бывало. Очаг ликвидирован, пострадавшие спасены, помещения проверены. Между тем, отмечают сотрудники МЧС, в жизни сценария нет. Малейшее неправильное действие на первоначальном этапе зачастую стоит человеческой жизни. Здесь как раз на помощь и приходят слаженные действия медперсонала и автоматическая система раннего обнаружения пожара. На мой взгляд, все прошло достаточно слаженно, потому что мы знаем, что теория без практики – это ничто. Поэтому сегодня на максимально приближенной условно-боевой обстановке мы провели это учение. Подобные тактико-специальные учения прошли по всей республике в рамках Единого дня безопасности. Весь акцент на то, чтобы в случае реальной беды избежать потерь и трагических последствий. 1 марта движение официально завершается. Но это не значит, что важные темы больше не будут уделять внимания. Ну а персонал Глушанской больницы без сомнений прошел боевое крещение. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ну а финальный аккорд недели безопасности прозвучал в кинотеатре «Мир». Здесь собралось около 200 учащихся из школ Ленинского района. Акцент на важную тему сделали спасатели, милиционеры и госавтоинспекторы. Через инсценировку и мультипликацию сотрудники ведомств еще раз напомнили детям об элементарных правилах, которые спасают жизнь. Ключевым моментом стала учебная эвакуация. По легенде, прямо во время встречи в кинотеатре произошел пожар и сработала сигнализация. Детей, конечно, никто не предупреждал. И, к счастью, все эвакуировались, во-первых, быстро, без паники, что правильно для этой процедуры. И, конечно, персонал также правильно сработал, потому что помогли детям найти выхода. Таких было много выходов. Дети моментально, буквально в считанные минуты, оказались на улице. И, собственно, мы довольны результатом, что никто не пострадал и все обошлось хорошо. Ну, а уже второго числа у сотрудников МЧС стартовала новая акция «День безопасности. Внимание всем!» Пусть название другое, но задача все та же – предотвратить ЧП и гибель людей на них. Вечером 28 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Держинского. Считанные минуты спустя на место вызова прибыли первые пожарные расчеты. К их приезду происходило горение кровли над одной из нежилых квартир. Со слов соседей, дома никого нет. Оперативно ликвидировав пожар, огнеборцы спасли строение дома. Но без повреждений не обошлось. Уничтожена часть кровли, повреждена оконная рама, потолок в комнате и часть наружной стены. Пострадавших нет, причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – поджог. Всего же за неделю в городе произошел один пожар без погибших в районе, без ЧП. И по нашей традиции, то, как прошла эта неделя на дорогах Бобруйска в объективах ваших фотокамер. Субтитры создавал DimaTorzok Когда творчество не чуждо, а новую форму взаимодействия с искусством, на этот раз кулинарным, продемонстрировали недавно полицейские Британии. Правоохранители изобразили лица нескольких разыскиваемых, подозреваемых на блинах. Мол, так быстрее не смогут их найти. Фотоблюда полицейские разместили в Твиттере. В подписи говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом Депаном. Как позже выяснилось, никакого Депана не существует. А портрет рисовали сами полицейские. Нашлись ли те, кого искали, пока неизвестно. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рьянс, увидимся через неделю.